Привет! Вы смотрите тележурнал «Виртуальный мир». В студии телеканала ТНТ «Онега» я, Никита Власов, и у меня для вас несколько новостей из мира информационных технологий. Вот, например. Сегодня набирают популярность системы бесконтактных платежей. И в вот компания LoopPay разработала оригинальную платежную платформу Loop, позволяющую заменить множество банковских карт приложением и аксессуаром для смартфонов. Теоретически, эта инновация позволит сделать бесконтактные платежи действительно массовым явлением. Вот как это работает. Сначала пользователю необходимо установить на смартфон специальное мобильное приложение Loop Wallet и подключить компактный ридер магнитных карт LoopFob к стандартному аудиоразъему. Далее, нужно сохранить информацию о банковских картах в памяти. Для этого следует провести ими через считывающее устройство. Для оплаты покупки или услуги достаточно поднести смартфон с подключенным аксессуаром LoopFob к терминалу. Разработчик утверждает, что система совместима с 90 процентами платежных устройств. Принцип действия системы Loop заключается, цитата, «в генерации на короткое время переменного магнитного поля, которое имитирует процесс считывания магнитной полосы карты платежным терминалом». Разумеется, разработчик позаботился и о безопасности. Данные о пластиковых картах хранятся в зашифрованном виде, а при осуществлении платежей применяется динамическое кодирование, не позволяющее клонировать карту. В настоящее время программа LoopWallet доступна для операционной системы iOS. Позднее появится Android-версия. Многие системы дополненной реальности для идентификации объектов используют штрих-коды и другие метки, попадающие в поле зрения камеры. Однако при таком подходе приходится прибегать к ресурсоемким алгоритмам. В результате производительность всей системы серьезно снижается, а вероятность ошибок увеличивается. Очки дополненной реальности, созданные в Корейском научно-техническом институте передовых исследований, отличаются от других похожих разработок намного более высокой скоростью работы при меньшем потреблении энергии. Для решения проблемы изобретатели создали первый в мире специализированный микрочип, имитирующий работу человеческого мозга, а именно параллельной обработки визуальных данных зрительной корой. Чип автоматически выделяет на изображение наиболее важные детали, обрабатывая их с высокой эффективностью. При этом аппаратные ресурсы не тратятся на анализ второстепенной информации. Результат – 76-процентное снижение расхода энергии по сравнению с другими системами дополненной реальности. Прототип очков K-Glass оснащен камерой с 5-мегапиксельной матрицей, микродисплеем с разрешением 800 на 600 точек и сенсорной панелью управления. А вот о возможных сроках выпуска коммерческой версии продукта пока не сообщается. В честь праздников компания СамПару сделала подарок всем абонентам своей сети. С 22 февраля по 9 марта 2014 года доступны 23 телеканала высокой четкости. А если у кого еще нет ТВ-приставки, спешите подключиться к цифровому ТВ от СамПару и пользуйтесь HD-каналами в указанный период бесплатно. Вышесказанное верно для всех городов присутствия сети СамПару, а это Петрозаводск, КондопК и Беломорск. Вот он, пожалуйста, 23 телеканала высокой четкости в пакете, который так и называется HD. Также для любителей спорта и конкретно футбола доступен телеканал НашФутбол, причем как в формате высокой четкости, так и обычном качестве. И вот еще что, вы можете подключить дополнительно пакет, название которого говорит само за себя для взрослых. Четыре телеканала для тех, кто старше 18 лет. Подробная информация о цифровом телевидении на сайте провайдера IPTV.sampo.ru А на сегодня, пожалуй, это вся информация. С вами был Никита Бласов. Увидимся ровно через неделю, там и посмотрим, что нового произойдет в причудливом мире информационных технологий. Пока! Генеральный спонсор программы ООО «Связь-сервис».